еще одно интересное устройство в приложении эвелинк от санов nc панель европейский вариант по сути это стеновой переключатель включатель света включатель выключатель nc панель smart sense wall switch так и называется поддержка google home amazon алекса эвелинк на смартфоне приложения qr-код для скачки google play appstore все есть что имеем составление сценариев включения выключения света управления розетками умными также лампами home security smart то есть может он работать и в сигнализации с различными приборами которые добавлены у вас в приложении эвелинк то вы создали или умный дом или у вас система сигнализации сигнализация два в одном у вас вот так она приходит все ну устройство очень классные делают эвелинк и главное что это все работает работает давно и работает все исправно инструкция на разных языках есть русский язык прописано все таким образом и построчно каждая страница все четко понятно как подключать как устанавливать как скачивать и также в приложение как добавлять то первый раз обязательно изучите кто не первый раз тот уже и поймет как это все делается установочные элементы два винта резьбовых то есть он помещается скорее всего в квадратный подрозетник вот такой вот вариант его крепления в подрозетнике здесь также информация вход фаза 0 фаза выход на два канала то есть это двухканальный по сути выключатель физические кнопки не сенсорные кому сенсоры не нравятся то вот вам здесь физические кнопки датчик температуры сделаем с вами подключение на столе посмотрим как это все работает а потом я установлю ее то есть его на место и уже покажу с места установки со стены полноценная полноценную работу этого устройства отпускаю два винта фаза 0 вход 220 прижимные контакты в общем-то все все здесь качественно что нам нужно сделать но определить где фаза где ноль первоначально для подключения перевернуть чтобы по цветам совпадало у нас появится фаза на коричневом проводе отключаю фаза эль ход и и прижимаю этот кабель обжат у меня наконечниками этот тестировочный такой вариант у меня поэтому наконечники уже приплюснуты а так наконечники классные могу вам посоветовать и обжимку и наконечники делал я видео по всем наконечникам этим есть и двойные наконечники здесь есть такая защитная вот крышка также немаловажно устанавливаем ее на место пока защитная пленка здесь пока ее не снимаю потом уже после полной установки сниму защитную пленку загрузка плюс девайсу из bluetooth короче при первом подключении уже входит устройство в режим добавления заходим на приложение эвелинк два прошлых видео показывала я вам умную лампу умную камеру видеонаблюдения жмем плюс добавить устройство так здесь светится пароль вайфай роутера больше опций и сопряжение bluetooth жму далее уже панель определилась по bluetooth напрямую со смартфоном и делится смартфон с панелью информации по роутеру выбираю роутер и жму сохранить добавление очень быстро готова нс панель можешь прописать свое название может добавить в комнату если у тебя уже разные комнаты с моментально синхронизация произошла даты и времени автоматически нс панель выглядит она вот так в виде выключателя щелкает реле слышно индикация на двух каналах выключен и включен подсвечивается температура я так понимаю это показывается здесь температура помещение внутренний датчик встроенный температуру будет тебе показывать в помещении и что очень классно еще термостат есть функция заходишь выбираешь нс панель какой канал будет работать и умную розетку выбираешь если она у тебя здесь будет и по тем по температуре ты сможешь запускать умную розетку включение и и выключение например давайте но у меня здесь умных розеток пока нету то просто вот вентилятор ванна далее что делать обогревать или охлаждать помещение то есть что у тебя подключена будет к розетке возможно вентилятор возможно кондиционер охладитель какой-то или же обогреватель соответственно тут будет уже термостат работать давать команду розетки по температуре гистерезис можно подправить и выставляешь данные то есть температуру задаешь как которая нужна и автоматически нагревается в помещении поднимается температура до нужной выключатель дает команду розетки на отключение обогревателя видите уходит она в режим экономии ну такой в режим сна чтоб не мешать можно все это регулировать также включение выключение отсюда может быть также видите состояние на смартфоне показывается это удаленно все делается удаленно через интернет из любой точки мира ты можешь заходить и включать выключать свет отслеживать температуру устанавливать термостат расписание свет по расписанию включения выключения по таймеру также два канала циклический таймер и настройки опять же алиса совместимые все платформы расположение поделиться с другим аккаунтом если нужно создать группу сообщить о потере сети пропадет интернет придет уведомление журнал раб сработок что было включение выключение включение на время есть также по канально можешь свет включать на время он автоматически будет выключаться можешь задавать вдруг какое-то умное устройство дает команду выключателю включиться и ты можешь задавать включение на время чтоб он после этого в там после часа работы свечей свет выключился или после там нескольких секунд режимы температуры по фаренгейту по цельсию блокировка есть какая-то вот еще и не изучал то есть по канально можно блокировать выключатель там или один канал заблокирован 2 ну короче такое температура калибровка также есть поддерживает только калибровку значение температуры обнаруженных самим устройством то есть внутренняя так понимаю а ну да есть также и внешняя температура но это подтягивается через интернета вот сейчас показывает 16 градусов цельсия сейчас на улице на через интернет берет данные со смартфона режим температуры показать температуру и влажность а здесь еще можно совместно с устройством вот у меня на кухне стоит устройство которое имеет встроенный датчик влажности и датчик температуры и вот она выходит на вот это отображает отображение температуры измеря измеряемой встроенным датчиком нс панель или от внешних датчиков вот вентилятор кухня у меня там есть подключенный к этому реле температуры влажности датчик если взять его то отображение температуры и влажности будет от того датчика браться на панель жмем сохранить можно посмотреть какая сейчас температура такая же а вот вот и появились данные обновились с того датчика на кухне сейчас у меня 24 градуса цельсия и влажность 12 процентов по новому влажность появилась добавилась есть крыле датчик который подключается и от этого реле от этого датчика по команде работает или по влажности или по температуре включает там что что ты подключил к этому реле или вентилятор или обогреватель или охладитель или кондиционер а есть просто датчики которые самостоятельные и также можно привязать вот к этой панели и она будет ориентироваться давать команду на то что к ней подключено через этот датчик то есть датчик может у тебя быть не не встроенный вот а где-то лежать другом месте верну назад сохранить здесь только датчик температуры как видите только температуру показывает встроенный а там датчик температуры и влажности виджеты добавить виджеты давайте дальше потом добавим покажу вам где они будут настройки экрана энергосберегающий режим я так понимаю реже расписание энергосбережения можно оставить по расписанию или же 24 часа ну то есть круглосуточно работать выключу его не буду ставить расположение город и обои что-то наверное можно подкачивать но я смотрю она одинаковая все настройки экрана производитель модели удалить устройство если хочешь кому-то отдать подарить в другой аккаунт добавить в общем-то по настройкам наверное все здесь через приложение здесь свайп вниз регулировка яркости slip через сколько засыпать ну то есть переходить вот в этот тусклый режим давайте поставим 5 минут чтоб она так часто не выключалась а четыре часа или 12 даже есть сигнал качество вай фай сигнала значок снизу вверх свайп ничего нету отсюда plis create виджет in evelyn caps то есть тут будут по этому свайпу виджеты добавим покажу с этой стороны управление как раз вот этим вот термостатом если ты задашь его там задашь видите не включается потому что не задан вот там в приложении задашь будет возможность отсюда им управлять не заходить и опять в приложении там что-то перенастраивать перед перевключать давайте добавим виджеты посмотрим как это работает но очень удобно я уже подозреваю это виджеты добавить выбираем какое устройство то что у вас в списке устройств и те которые активные а хотя и не активные также можно добавить а потом ты их включаешь они появляются в сети и появляется возможность ими управлять вентилятор ванна вентилятор кухня да и хватит можно удалить по одному 1 2 3 что здесь можно добавить виджет и упорядочить поменять их по номерам если нужно выходим смахиваем и вот виджеты лампа тут я ее беру ухты даже можно заходить на нее и менять даже цвет яркость отсюда с панели включаю это все работает дистанционно как видите лампа установлена в одном месте она вай-фай показывал я вам кому интересно видео обзор вот недавно кому интересно ссылку дам по вай-фай через роутер из друзей из любой точки мира через смартфон через интернет и на панель а в дома вот ты можешь с панели с этой управлять этой лампу так то есть куча моментов есть регулировок также или белый свет включить или же rgb также регулировать яркость на наверно пленка мешает ну качество я скажу чтобы видите вы сами что качество самой панели изображения но не на супер уровне не не как со смартфона у тебя качество но для именно использования ее для как панелью пользоваться то это нормально и у нас даже появляется когда лампа выключена не подсвечена иконка виджет когда включена то включена то подсвечена вентилятор давайте зайдем просто включается и выключается также и тут видно что активен то есть ты можешь не только управлять а еще и смотреть статус если например он они у тебя эти устройства в автомате работают там поставил расписание то ты можешь зайти просто проконтролировать что у тебя включена ну и по надобности выключить то есть ты знаешь включена она или нет только вот вент вент надо как-то прописывать видать потому что получается нельзя различить но вот зайти зайти открыть его отсюда не получается если лампа открывается у нас вот так вот то вот эти реле релюшки не открываются кому интересно что это реле просто небольшие которые вайфай также управляются удаленно из любой точки мира то есть я могу в другом городе в другой стране находиться зайти включите через смартфон вентилятор там например в ванной комнате на кухне вытяжку в различных также она может и сценариях работать например если составляем сценарий составляем сценарий с панелью например устройство ns панель первый канал задействуем а вы видите здесь по температуре можно также температура меньше температура больше включить выключить панель будет давать команду опять же какому-то устройству на включение ни одному канал тут просто вручную я буду что-то включать с первого канала сохраняю затем что сделать умное устройство давайте выключатель который у меня сейчас здесь стоит спальня включить включить первый канал сохранить сохранить имя прописываю панель вкл свет создана новая сцена ok выключаю освещение готова и теперь включаю освещение панели то есть вот эта панель я сейчас дал команду выключателю также вай фай который установлен санов овский сейчас на этом месте и он включает видите на выключение сценария нету поэтому только включает свет можно ставить на выключение можно ставить на задержку какую-то по свечению автоматическом выключении то есть вариантов очень таки много можно на вторую поставить например включение вентилятора где-то можно одновременно включать и свет здесь и вентилятор там или свет во всех комнатах то есть вариантов очень много все от твоей надобности уже зависит от твоей фантазии готова роутер и прогрузился панель вай фай автоматически поймала с роутера то есть ты и после пропадания питания не нужно не переустанавливать ничего делать все в автомат в автомате подключается управляю сейчас удаленно через смартфон включил свет через смартфон выключаю по канале на уже физически виджеты то что есть в сети то видно подсвечена лампа сейчас выключена и вы видите что сигнал вай фая даже значок показывает что нету то есть устройство не подключена но виджет остается потому что вы его добавили сейчас я ее и подключу температура в доме температура на улице такая информационная панель вот рядом с тобой вот у меня здесь рабочий стол рядом я сижу и просто повернул голову направо я вижу температуру к примеру я вижу время дату и плюс очень классно вот это мне нравится что возможность еще управление устройствами я включил лампу вот она сейчас у меня в переносной такой лампе в настольной вот она появилась захожу и управляю ей то есть я вам показываю то что можно делать ну блин суперова или же вентилятор надо включил отсюда со смартфона мне уже заходить не нужно по выключателю который у меня тут стоял вот он сановский сенсорный вай-фай также двухканальный есть у меня видео подробное сенсорами управляется панельку ставишь на место и вот он так вот выглядит вроде бы там есть в белом цвете в черном я взял в белом также двухканальной фаза 0 и 2 канала для управления установлю его в другую комнату и все это совместно можно будет объединять между собой вот эти вот устройства сценарии писать все очень классно и все понятно доступно любой сможет это сделать кто умеет туну минимум вот отвертку в руках держать и у кого есть смартфон вай-фай и кому этому интересно ссылки я оставляю заходи на предыдущие мои видео смотри по вот этому нам удуму дому санов и вылинг как все это работает снимем давайте пленочку пленочку уже устройство работает ого пленка такая нифига себе ух ты ну ничего себе качество конечно классная ну и ночью прикольно это будет смотреться какой-то вот такой девайс у тебя мини-мини телевизор такой вот информационная панель будет подсвечиваться на стене подписывайся на канал в дороге много еще чего интересного и также по вот этому умному дому релюха у меня еще лежит там также под температуры от влажности управления различное что-то обновленное сам еще не знаю не распаковывал при вас это все делаю делаю и показываю вам первый раз сам сталкиваюсь и вам показываю всем удачи до следующих видео телеграм также подпишись